Друзья, я вас приветствую! Сегодня у нас на обзоре просто топовый во всех планах игровой ноутбук от компании Asus. Это крутейшая машина, но стоимость у неё тоже очень забористая. В общем, встречайте, Asus Rockstrix Scar 15 2021 года. Перед нами топовое игровое решение от компании Asus с 15-дюймовой диагональю. Прежде чем переходить непосредственно к самому ноутбуку, я предлагаю вам взглянуть на комплект поставки. Он тоже заслуживает внимания. В коробке, конечно, мы имеем сам ноутбук и блок питания на 240 Вт. Также есть инструкция и всякие фирменные поздравления с покупкой. Это стандарт, а вот теперь о дополнительных аксессуарах. Брелок с ключом Keystone. Данная штука вставляется в сам ноутбук и в неё можно сохранять свои личные пресеты настроек производительности ноутбука. Как только он вставляется в нот, все настройки активируются. Также с его помощью можно получать доступ к зашифрованному разделу диска, где вы можете хранить свои секретные файлы и прочий компромат. Дальше мы имеем две сменные накладки для корпуса. Это чисто косметическая штуковина и она позволяет дать немного уникальности своему ноутбуку. Менять их очень просто, никаких инструментов не нужно. Дальше мы имеем коробку с внешней веб-камерой. Поскольку на самом ноутбуке камеры у нас нет, то вещь может быть очень полезной. Причём её можно крепить и на экран и просто ставить рядом благодаря её форме. Качество у неё весьма хорошее и звук очень достойный. Он кстати стерео, в общем всё как положено. Ну а дальше мы имеем игровую проводную мышку, также с RGB подсветкой. Модель ROG Chakram Core. Мышь кстати очень удобная и пользоваться ей комфортно. С ней также есть набор сменных боковых кнопок и джойстиков на любой вкус. А также мышка Chakram поддерживает быструю смену переключателей. Её всегда можно открыть и заменить их на любые другие. Благо тут идут стандартные, а не какие-то особенные. Раньше Asus добавлял в премиум ноутбуке мышку Pugio. Она мне совсем не нравилась, а вот это прям очень достойный грызун. Молодцы в общем. Ну и ещё в комплекте мы получаем игровой рюкзак. Так что комплектация у ноутбука реально царская во всех планах. Ну а теперь давайте о самом ноутбуке. Это супер производительная машина с восьмиядерным процессором AMD Ryzen 9 5900HX. Видеокарта Nvidia RTX 3080 с 16 гигабайтами памяти. По питанию он кстати использует 115 Вт. В нашем случае мы имеем 32 гигабайта оперативной памяти со скоростью 3200. Быстрый SSD накопитель на 1 терабайт. Из тестов у меня получилась скорость течения 3500 мегабайт в секунду, а записи 3000. По габаритам. Вес ноутбука 2.3 килограмма. Длина 25.9 сантиметров, а ширина 22.6. Ну и толщина у нас 2.72 сантиметра. Этим самым мы получаем, пожалуй, самый компактный вариант ноутбука на таком процессоре и с видеокартой 3080 на борту. По интерфейсам с правой стороны у нас есть только разъем для подключения кейстона. С левой 2 USB 3.2 и разъем для гарнитуры. А вот сзади есть еще один USB 3.2, Type-C 3.2 с поддержкой подключения монитора, а также Power Delivery. Полноценный HDMI 2.0, Ethernet разъем и разъем для подключения блока питания. Внешне ноутбук имеет множество интересных решений, а также огромное количество подсветки. Подсвечивается и весь контур, и логотип на крышке, и даже есть полоска под монитором, которая светит на зону клавиатуры. Сама клавиатура, конечно, тоже RGB, а не чуть позже. Вся подсветка, конечно, полностью регулируется и синхронизируется с другими комплектующими. Еще на поверхности есть полупрозрачная зона, под которой можно разглядеть внутренности ноутбука. Экран у нас тоже очень зачетный. Диагональ 15 дюймов, разрешение Full HD. Скорость матрицы целых 300 Гц и отклик в 3 миллисекунды. Сама матрица у нас IPS Level, покрытие с RGB 100%. Яркость 330 кандел на метр квадратный, и в целом даже на солнце им реально пользоваться. Клавиатура у нас оптическая механика, раскладка привычная. Есть функциональные клавиши, ну и подсветку, конечно, можно регулировать для каждой клавиши отдельно. Ну и предлагаю послушать, как звучит наша оптическая механика. Тачпэд тут тоже премиальный. Во-первых, он достаточно удобный, а во-вторых, его в любой момент можно переключить в режим нампэда или калькулятора. В общем, очень удобная фишка. Звук в ноутбуке один из лучших, что я встречал. Причем для этого используется система сразу из четырех колонок. Ну и напоследок, тут есть Wi-Fi шестого поколения и Bluetooth 5.1. Ну а теперь предлагаю переходить прямиком к тестам. Для начала сообщу, что все тесты я проводил в режиме производительность или перформанс. В нем мы получаем отличный баланс между тишиной работы и производительностью. Еще есть режим турбо, в нем результат будет еще лучше на процентов 5 или даже больше. Но в турбо вентилятор уже будет прилично шуметь. В турбо у нас выходит 54 дБ, а в перформанс 49. И собственно при 49 работать вполне можно даже без наушников. Для начала я прогнал Corona Render Benchmark. В результате у нас получается 1 минута 45 секунд. Второй раз я прогнал, вышло еще на секунду меньше. И это офигенный результат для ноутбука из коробки. Собственно рендерить на нем можно, даже большие профессиональные проекты. Ну а дальше я пошел протестить несколько игр. Разрешение Full HD. Настройки максимальные, за исключением некоторых стрёмных, как Motion Blur и подобные. Точнее смотрите на экране. Первый тайтл Call of Duty Cold War. И тут у нас выходит в мультиплеере от 90 до 110 кадров в секунду в среднем. В целом отличный результат и подходит даже для спортивной игры. Следующая игра это Call of Duty Modern Warfare. Настройки также можете наблюдать у себя на экране. Так как игра чуть старее, то и результат вышел еще лучше. На карте Shipment, где всегда жесткий замес, у нас выходит до 130 кадров в секунду. Ну и напоследок глючная в плане оптимизации Cyberpunk 2077. Тут тоже настройки были немного подкорректированы, но в целом все на максималках. Выходит в среднем 60 кадров в секунду. Иногда в самой загруженной части города падает до 40 кадров. А вот в закрытых помещениях держит даже 80 кадров и выше. В итоге получается очень играбельно. Ну а во время всех наших тестов и видеокарта, и процессор подобрались к отметке 80 градусов, но не переходили за нее. И это просто отличный результат. Система охлаждения тут первоклассная, есть множество трубок и везде используется жидкий металл. Ну и конечно я провел тест автономности. Игры без блока питания тут конечно не поиграешь, а вот для фильмов и программ самое то. В режиме просмотра видео с яркостью экрана 70%, ноутбук прожил чуть больше 9 часов. И это просто нереально крутой результат для игровых ноутбуков. Батарея у нас кстати стоит на 90 ватт часов. Ну а теперь давайте подводить итоги. Мы получаем супер производительный премиальный игровой ноутбук. Под стать ноутбуку мы имеем также премиальную комплектацию. Тут вам и рюкзак, и мышка, и прочие примочки сразу в комплекте. Компания Asus не подкачала и сделала отличную систему охлаждения. И при этом очень компактный корпус по сравнению с конкурентами. Ну а главный минус у нас это стоимость. После того как это чудо уже приезжает на прилавки наших магазинов, его ценник составляет от 3,5 до 4 тысяч долларов. Так что купить такой ноутбук сможет далеко не каждый. Ну еще, исходя из статуса и ценника, я бы добавил еще пару спорных мест. Например, материалы корпуса. Из металла у нас только крышка, остальная часть пластик. При этой цене хотелось бы видеть больше металла в корпусе. А во-вторых, это дизайн с полупрозрачной поверхностью. Вещь весьма неоднозначная, я бы предпочел все-таки классическую однотонную поверхность. Ну а в целом это премиальный ноутбук с самой крутой начинкой, комплектацией и кучей подсветки. Но и цена тут соответствующая. В описании под видео я оставлю ссылку на официальный сайт, где вы сможете посмотреть все характеристики более подробно. А если у вас будут вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, а я постараюсь вам ответить. Ну и как всегда, друзья, спасибо, что смотрели это видео и до новых встреч.